Микки Токтовка, сочинения А вот ты, цуцек несчастный Не говорить, не читать, не писать не умеешь Я умею думать И это самое главное Что лучше, думающий фокс или говорящий попугай? А? Ага Читать я немножко умею детские книжки Самыми крупными буквами Писать Ну, смейтесь, 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 смейтесь Я вообще терпеть не могу Когда люди смеются Писать я тоже научился Правда, вот так пальцы на лапах у меня не загибаются Я ведь не человек и не обезьяна Но я беру карандаш в рот вот так Ну, вкупаю лапой на тетрадку, чтобы она не ерзала И пишу Сначала буквы были похожи на таких На раздавленных дождевых червяков Но ничего, фоксы гораздо прилежнее девочек Теперь я пишу не хуже Зины Вот Вот только вот не умею точить карандаши Вот когда мой иступится Я бегу тихонько в кабинет И тащу со стола отточенные людьми огрызочки Я ставлю три звездочки Это я видел в детских книжках Когда человек делает прыжок Такой к новой мысли Вот он ставит три звездочки Вот что важнее всего в жизни Еда Не надо, не надо Нечего притворяться Вот у нас полон дом людей Вот они разговаривают Так читают Плачут все Смеются А потом садятся есть И едят И утром И едят в полдень И едят вечером все А Зина даже ест ночью Да Прячет под подушку Бисквиты И шоколадки И потихоньку Вот и чапкает все Как много они едят Боже мой И как долго они едят Как часто они едят Боже мой И говорят еще Что я обжора Сунут косточку от телячьей котлетки А котлетку сами съедят Нальют полблюдца молока И все Разве я пристаю? Разве я прошу еще Как Зина и другие дети? Разве я ем сладкое Клейстер Который называют киселем Или жидкую гадость Такая из чернослива и изюма Или вообще это холодный ужас Который они называют Мороженым Понял Я вообще деликатнее всех собак Потому что я породистый фокс Погрызу косточку Съем Осторожно взяв из рук Зины бисквит И все Меня называют обжоры Это я выпил глоток молока Из кошкиного блюдца Подумаешь А сами После супа После жаркова После компота После сыра Они еще пьют Разноцветные штуки Такое красное Вино Такое желтое пиво Черное кофе Зачем Зачем Я зеваю под столом до слез Привык около людей Околачиваться Они все сидят 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 Все Вау И все говорят 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 Точно у каждого Граммофон В животе завели Вау 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 Три звездочки Новая мысль Мууу Это наша корова Ой, дура Вот почему она дает столько молока У нее один сын Теленок А она кормит весь дом И чтоб давать столько молока Она весь день ест Ест свою траву Даже смотреть жалко Я бы не выдержал Вот почему лошадь не дает столько молока Почему кошка кормит своих котят И больше ни о ком не заботится Вот разве говорящему попугаю Придет в голову такая мысль И еще Вот почему куры несут столько яиц Это ужасно Никогда они не веселятся Ходят как сонные мухи Летать совсем разучились Не поют как другие птицы Это все из-за этих несчастных яиц Я яиц не терплю Зина тоже Если бы я мог объясниться с курами Я бы им отсоветовал нести столько яиц Хорошо Все-таки быть Фоксом Не ем супа Не играю на этой проклятой музыке По которой Зина бегает пальцами Не даю молока И тому подобное Как говорит Зинин папа Карандаш надломился Надо Микки писать Осторожнее, Микки Осторожнее Кабинет на замке А там все карандаши Так, значит, в следующий раз Сочиню собачьи стихи Это очень меня интересует Подпись Фокс, Микки Микки Первая собака Умеющая писать Замечательно Замечательно Вчера весь день пролежал Под диваном Даже похудел Все хотел одну Такую штучку сочинить Придумал И ужасно горжусь Вот По веранде Ветер дикий Гонит листья Все быстрей Я веселый Фоксик Микки Самый умный Из Зверей А? Замечательно Сочинил И так волновался Что даже не мог обедать Вот подумайте Это первые в мире Собачьи стихи А ведь я не учился Ни в гимназии Ни в цехе поэтов Вот разве наша кухарка Сочинит такие стихи? А? А ведь ей 43 года А мне только два Вау! Это кубышка Зина И не подозревает Кто у нее живет в доме Ага Ветер дикий Видел на граммофонной пластинке Такую нацарапанную картинку Фокс Сидит перед трубой Склонил голову на бок Свеселуха И слушает Слушает Вот чепуха Ни один порядочный Фокс не будет Слушать эту Хрипящую Сумасшедшая машина Какая-то Если бы я был Зинин папа Уж я бы лучше Держал в гостиной Корову Она ведь тоже Мычит И ревет Да и доить ее удобнее дома Чем бегать к ней В сарай Вообще Странные люди Затопили камин Смотрю на огонь А что такое огонь Никому не известно Фокс Зеркалом изо всех сил Закатил Кверху глаза Чушь Лоб вверху И глаза на своем месте Второе Живут ли на луне Фоксы Что они едят И воят ли на землю Как я иногда На луну И куда они деваются Когда лунная тарелка Вдруг исчезает На много дней Неизвестно куда Ой, Микки, Микки Ты когда-нибудь Сойдешь с ума Третье Зачем рыбы Лезут в пустую сетку Которая называется Вершей Раз не умеешь Жить над водой Так и сиди себе Тихо в пруде Очень мне их жалко Утром плавали И пускали пузыри А вечером Перевариваются В темном и тесном Человеческом желудке Да еще гнусная кошка Все кишечки По саду растаскала Четвертый вопрос Почему Зенина Бонна Все была брюнеткой А сегодня у нее волосы Как соломенный сноб Зина хихикнула А я испугался И подумал Хорошо, Микки, Микки Что ты собака Женили бы тебя На такой попугайке Во вторник она черная В среду оранжевая А в четверг голубая С зелеными полосками Фу Не могу Даже температура поднялась Пятый вопрос Почему, когда я себя веду дурно На меня надевают намордник А садовник Два раза в неделю напивается Буянит, как бешеный бык И хоть бы что Вот Зинин дядя говорит Что садовник был контужен Контужен И поэтому надо к нему Относиться снисходительно Непременно узнаю Что такое контужен И тоже контужусь Пусть ко мне относятся Снисходительно Пойду погрызу косточку Я спрятал ее Что-то-то-то-то-то-то Где-где я ее спрятал? А-а-а Вот Не скажу Потом опять попишу Подпись Фокс Микки Микки Которому по-настоящему Следовало бы быть Профессором Кап-кап 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 Осень Хлюпает дождик Как ему не надоест Целый день хлюпать Желтые листья Все падают Скоро деревья Будут совсем лысые Потом пойдут туманы Большая собака Заберется в будку И будет храпеть С утра до вечера Я иногда хожу к ней в гости Но она очень глупая И необразованная Когда я с ней играю И осторожно цапаю За хвост ее Она бьет меня Лапой по голове Хватает зубами Поперек живота Деревенщина А в домика Вардак Грузовик Забрал вещи Столовой Бумаги И ссор Зачем это люди Переезжают с места На место Дела Уроки Квартира Собачья Жизнь Говорит Зинин папа Нет уж Собачья лучше Это позвольте мне знать Меня оставляют Подружусь с дворовой собакой Ничего не поделаешь Зина говорит Чтобы я не плакал Обещает раз в неделю Приезжать Если я буду себя Хорошо вести Зина Буду Очень я ее люблю Я ее сегодня Лизнул в глаз Она меня в нос Чудесная девочка Садовнику Приказали меня Кормить Только пусть Попробует Не кормить Я у него Все бутылки Перебью Да и мясник Меня любит Каждый раз Когда приезжает Что-нибудь даст В доме нету Никого Во все щели Дует собачий ветер Почему собачий? Отдал бы полную миску Овсянке Ужасная гадость Ов Если б мне Кто-нибудь объяснил А зачем осень? Зачем зима? В аллее такая непроходимая грязь Какую я видел Только под носорогом В зоологическом саду До чего я исхудал Если б вы знали Зинина тетя Была бы очень довольна Если бы была Теперь похожа на меня Она ведь все Похудеть хочет А сама целый день Все лопает Лопает И затягивается Лопает И затягивается Проклятый Садовник И консьерж Сговорились Съедает всю Профизию Сами А мне готовят Только эту ужасную Овсянку Дворовому псу Дают большие кости И суп С черствым хлебом Он со мной делится Но где же мне Разгрызть такую кость Когда она тверже утюга А суп Таким супом В бестро тарелки моют Даже молока жалеют Жадины Че придумал штуку Стыдно Очень стыдно Ну а что делать Ну есть надо Когда дождь утихнет Бегаю иногда В соседнее местечко К знакомому Бестрофщику У него по вечерам Под граммофон Танцы там Пляшут Фокстрот Должно быть Собачий танец Я на задней лапке Встану Живот Подтяну Верчусь Верчусь Головой Киваю Все пары Танцевать Бросают В кружок Собираются И хохочут Так что Граммофона Не слышно И уж такую порцию Мяса мне закажут Что я еле Домой добираюсь Да еще Телячью косточку В зубах Принесу На завтрак Вот До чего Ради голода Унижаться Приходится Жаль только Что нет Другой Маленькой Собачки Мы бы С ней Танцевали Вдвоем И всегда Были бы Сыты Надо записать Все свои огорчения А то потом Забуду Петух Ни с того Ни с сего Клюнул меня В нос Я только Подошел Поздороваться Зачем же Драться Нахал горластый Плакал Плакал Сунул нос В корыца С дождевой водой И до вечера Не мог успокоиться Зина Меня забыла В мою чашку С овсянкой Забрался Черный таракан Задохся И утонул Ой Какая мерзость Птицы Кроме петухов Туда Сюда Кошки Гадость Но все-таки Звери Ну кому Нужны Черные тараканы На шоссе Чуть не попал Потом Автомобиль Почему он Не гудел На повороте Почему Обрызгал Меня грязью Кто Меня Отмоет Ненавижу Автомобили И не понимаю Зина Меня забыла Сегодня Нашел В бильярдной Кусочек Старого шоколада И съел Это правда Не огорчение А радость Но радости Так мало Что не могу Я для них Отдельную страницу Отводить И подпись Одинокий Несчастный Холодный И голодный Фокс Микки Ай На шоссе Экипаж Чей 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 Синопри Неделю живу В Париже Шестнадцать Рю Де Асампсион Телефон Атель Двенадцать Тридцать Семь Третий Этаж Направо Кордон Силь Вупле Вы бы меня Не узнали Микки 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 Лежит у камина На подушечке Как фарфоровая Кошка Пахнет От меня Сиреневым Мылом Сбоку Зеленый Галстук На ошейнике Серебряная Визитная Карточка С адресом Если бы я умел Говорить Я украл бы Франк И купил себе Манжетки Внизу Вверху Справа И слева Играют На пианино Я бы им Всем на лапы На мордники Надел Зина в школе И зачем Девочке Так много Учиться Все равно Вырастет Острижет Волосы И будет На кушетке По целым Дням Валяться Уж я Эту породу Знаю Вчера Из усадьбы Приезжал Садовник Привез Яблоки И яйца Лучше Отобрал Для кухарки Знаем Знаем А худшие Для зининых Родителей Поймите Людей Носят Очки Носят Пенсны А ничего У себя Под носом Не видят Прокрался Впереднюю Встал На стул И положил Ему В карман Пальто Рыбьих Кишок Пусть знает Вчера Зиной В синема Были И очень Взволнован Ну как это Ну как это Может быть Чтобы люди Автомобили Дети и полицейские Бегали по полотну И почему Все Черные Серые Белые Куда же Девались Краски И почему Почему Все шевелят Губами А слов Не слышно Я видел На чердаке В коробочке Засушенных Бабочек Но Во-первых Они не двигались А во-вторых Они были Разноцветные Вот Микки Ты дурак А еще думал Что ты Все понимаешь Представление Было Очень глупое Он Влюбился В нее И поехал На автомобиле В банк Она тоже Влюбилась В него Но вышла Замуж За его друга Там И поехала На автомобиле К морю С третьим А потом Был пожар Землетрясение В ванной комнате И качка На пароходе И негр Пробрался к ним В каюту А потом Они все Помирились Вообще Нет Ну Собачья любовь Это умнее И выше Непременно Надо изобрести Синема Для собак Это же Бессовестно Все для людей И газеты И скачки И карты Ничего для собак Ну пусть Ну пусть Водят Хоть раз В неделю Нас А мы Сложив Лапки Будем Культурно Наслаждаться Чужая кость Белых баллонок Полицейская собака Фукс Пострамляет Пинкертона Для детей И для собак Ой Сколько тебе Микки Микки Ты бы писал Собачий сценарий Микки И ни в ком Вообще Не нуждался О Новый стишок На каштанах Надулись почки Значит Скоро Весна У Зининой Мамы Болят Почки Поэтому Она Грустна И подпись Ставлю Главный собачий Фильм Директор Фукс Микки Ой Как переменилась Моя жизнь Зина Влетела В комнату Хлап Сделала Колесом Реверанс Ручки Птичками Глазки Так вниз И лапнула Микки Моя обожаемая Принц Мы едем К морю Я сейчас же Полетел вниз Консьержкиной Болонки Она родилась У моря Очень симпатично Ко мне так Относится Кики Муфточка Меня мезут К морю Что это такое? О Это много-много Воды Это в десять раз Больше Чем в Люксембургском Фонтане Везде Сквозняк Моей хозяйке Было хорошо Она могла Затыкать Ушиватый Море 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 То речит То шипит То молчит Никакого порядка За столом Очень-очень много рыбы Дети копаются В песке И наступают Собакам на лапы Но ты, Фокс, тебе будут бросать в воду палки, и ты их будешь вытаскивать. Чудесно! А когда ты устанешь, всегда возле моря на горке есть лес. Будешь разрывать кротовые норки и кататься по вереску. Это что за штука? Травка такая курчавенькая, вроде бороды. Лиловенькие цветочки. И пахнет скепидарчиком. Ну, спасибо, дай лапку. Что тебе привезти с моря? Утащил какой-нибудь девчонке тепленький шарфик. Мой уже износился. Кики, я честный, я не могу. Но сегодня у нас гости я стащу для тебя шоколадного зайца. Мерси, прощай, Микочка. И так она ушла в угол и вытерла глаза апортьеру. Кажется, она в меня влюблена. Десять раз больше люксенбургского фонтана. У этих баллонок нет никакого глазомера. В двадцать раз больше. До самого неба вода. И больше ничего. И соленое. Как селедка. Такие люди ходят голые. В полосатых и черных попонках. В дырки снизу вставляют ноги. И пуговицы на плече. Вообще глупо. Я, слава богу, купаюсь без костюма. Ах, что мы с Зиной выделываем в воде? Я лаю на прибой. А она бросает в меня мячик. Но он большой, скользкий. А рот у меня маленький. И никак его, черта, не прокусишь. Аф, аф. Подружился вообще со всеми детьми. Я бегаю, вытаскиваю из воды детские кораблики. Прыгаю через их песочные постройки. Гоняюсь в перегонки с пуделем Джеком. И весь берег меня знает. Какой чудесный Фокс. Микки, Микки. Чей это Фокс? Микки, Микки. Зинин. Замечательный Фокс. Теперь о взрослых. Мужчины ходят в белых костюмчиках. Полдня курят. Полдня читают газеты. Полдня купаются. Полдня снимаются. Чалк, чалк, чалк. Плавают хорошо. Но очень далеко заплывают. Я слежу с купальной лестницей. И все волнуюсь. А вдруг утонет. Ну, что я тогда должен делать? Дамы все переодеваются. И переодеваются. Потом раздеваются. Потом опять переодеваются. Купаться не очень любят. Попробуй так большим пальцем правой ноги воду. Так присядь. Так побрызгает на себя водой. И лежит на берегу. Как индюшка в гастрономической витрине. Конечно, есть и такие, которые плавают. Но они больше похожи на мальчиков. Вообще, я ничего не понимаю. Да! Что я узнал? Море иногда сходит с ума. И уходит. Курорт ему надоедает. Или что, я не знаю. И на песке всякие ракушки, и креветки, и слезняки. Зина говорит, что это все морские глисты. А потом море соскучится и приходит назад. Называется прилив-отлив. Ой, здешнее море люди почему-то называют океаном. Я было как-то погнался за морем, когда она уходила. Но Зина привязала меня чулком к скамейке. Такая нелюбознательная девочка. Вчера познакомился в соседнем русском пансионе с кухаркой Дарьей Галактионовной. Руки у нее толстые. Как итальянская колбаса. Но в общем она миленькая. Называет меня Микитой. И все ворчит, что я с пляжа в кухню ей песок на лапах таскаю. Песок вымести можно. Экая важность. Еда? Еда. Ну, так себе, да. Хотя я не интересуюсь. Дети меня кормят шоколадом, котлетками. И чем только хотите. Зина все просит, чтобы я так много не ел. А то у меня сделается ожирение сердца. И меня придется везти в Мариенбад. А что? Если бы был курорт для фоксов. Фоксенбад. Вот бы там открыть собачий кинематограф. Собачьи скачки. Собачью рулетку. Собачью санаторию для подагрических бульдогов. Умираю от злости. Ну, почему? Почему? Почему для нас не сделают ничего? Хотел послать Кики открытку с приветом. Но консьержка ревнивая не передаст. Подпись чудесной и замечательной. Фокс Мики. И у нашего вокзала появились длинные дома на колесах. Не то фургоны, не то вагоны. Такие красные. С зелеными ставеньками. Над крышей труба. Из трубы дым. На откидной ступеньке одного дома сидел карлик с огромной головой. И красными глазами. И мрачно курил трубку. А в глубине двора тоже вагоны, дома, но с решетками. И пахло от них густо-пригусто зоологическим садом. На афишах чудеса. Три льва прыгают через укоротительницу, а потом играют с ней в жмурки. Морж жонглирует горящей лампой и бильярдными шарами. Морж такой неповоротливый, дурак вы. Кто бы подумал. Знаменитый пудель Флакс решает задачи на сложение и вычитание. Фуэй, важность какая. Я и делить, и умножать умею. Однако в знаменитости не лезу. Мисс Каравелла исполнит на неоседланном жеребце джигу. Матросский танец. Стоп. Не надо забегать вперед, Микки. Микки. А то совсем спутаешься. Что это за собачья привычка такая? Зинин папа взял нам ложу. Мне, Зинин. Ложа. Это такая будка, вроде собачьей, но без крыши. Обита красным вонючим каленкором. Стулья складные и жесткие, потому что цирк походный. Оркестр. Ой, ужасно. Я вообще музыки не выношу, особенно граммофоны. Но когда один скелет плюет в флейту, а другой-то, как толстяк, стаймя поставил огромную скрипку и ерзает по ней какой-то линейкой. А третий лупит палками по барабану, локтями о медной линейке, ногами в большой пузатый бубен. А четвертый, такая лиловая курица, разъезжает взад и вперед по пианино. Еще подпрыгивает. Ой, я слуга покорный, как говорит Зинин холостяк дяде, когда ему предлагают жениться. Клоуны – это просто раскрашенные идиоты. Я думаю, что они напрасно притворяются, будто они нарочно идиоты. Наверное, такие и есть. Разве станет умный человек подставлять морду под пощечины, кататься по грязным опилкам и мешать служителям убирать ковер? Совсем не смешно. Одно мне понравилось. У того клоуна, у которого сзади было нарисовано на широких штанах солнце, чуб на голове вставал и опускался так. Еще ухо, я понимаю, но чуб – это очень интересный номер. Жеребец толстяк, а что он не оседл, совсем не важно. У него такая широкая спина, даже с выемкой, что пляши на ней, как на хозяйской постели, сколько хочешь. А прыгал он лениво, словно вальсирующая корова. А мисс Каравелла все косилась трусливо на барьер и делала вид, что она такая первая наездница в мире. Потом поставили круглую решетку, подкатили к дверям клетку и вышли львы. Вышли и зевают. Хорошие дикие звери. Зина немножко испугалась. Ну, девчонка, но ведь я сидел рядом. Ну, чего же бояться? Львы долго не хотели через укротительницу прыгать. Уж она их упрашивала. И так вот под шейкой щекотала. И на ухо что-то шептала. И так бичом под брюхо толкала. Согласились и перепрыгнули. А потом завязала им глаза белыми лентами, взяла в руки колокольчик и стала играть с ними в жмурки. Один лев сделал три шага и лег. Другой понюхал и пошел за ней. Обман. Я сам видел. У нее в руке был маленький кусочек мяса. Неинтересно. Потом выходило все голландское семейство эквилибристов. Ой, ой, это папа катался на переднем колесе велосипеда отдельно. А мама на другом колесе. И тоже отдельно. А сын скакал на большом мече. А дочка каталась на широком обруче задом наперед. Вот это здорово. А потом летали тарелки, ножи, лампы, зонтики, мальчики и девочки. Ух, это... Я даже так залаял от радости. А под конец все семейство устроило такую пирамиду. Внизу мама, папа, на плечах две дочки. У них на плечах мальчик. У него на плечах собачка. У собачки на плечах котенок. А у котенка на плечах воробей. Трах! И все рассыпалось. Так закуркало так по ковру. И убежало все за занавеску. Браво! Бис! Ау-ау-ау-ау-ау-ау! Ой! А в антракте вообще было? Ой, как весело! Антракт это когда одно кончилось, а другое еще не началось. И вот взрослые с детьми постарше, они пошли за занавеску смотреть лошадей и прочих млекопитающихся. А самые крошечные дети вылезли из всех лож и углов на арену и устроили свой собственный цирк. Девочка с зеленым бантом изображала дрессированную лошадь и на четвереньках горцевала по барьеру. Голова набок, а сама все правой ножкой так брыкала. Мальчишки, конечно, были львами. И, пожалуй, свирепие настоящие. Как рычали, плевались, кусались и бросали друг в дружку опилками. Двое даже подрались, один другого шлепнул. Шлепают же клоунов. А тот ему так с дачи и оба разревелись. Совсем уж не по-клоунски. А я так носился по всей арене, хватал их всех. Ну, шутя, конечно, шутя. За кальянки-то. Потом вышел карлик в сиреневом сюртучке. Такой дзинь-дзинь. Долой с ареной. Представление продолжается. Морж. Молодец. Вернусь на нашу виллу и непременно попробую жонглировать горящей лампой. Молодец. У меня, правда, не такой широкий нос. Да. Ну, что ж, я возьму маленькую лампочку. Да. Что я еще заметил? Под края циркового шатра подлезают бесплатные мальчишки и смотрят на представление. А карлик бегает кругом и хлопает их прутом по пяткам. Ой. Потом вышел факир. Ой. Факир. Это человек, который сам себя режет. А ему даже приятно. И кровь не идет. Он себя, должно быть, замораживает перед представлением. Проткнул себе губы вязальной спицей. Под мышку вбил гвоздь. Я даже отвернулся. Просто нервы не выдержали. А самое ужасное-то он взял у толстого солдата из публики никелевые часы. Да. Проглотил их. Только кончик цепочки изо рта болтался. И попросил публику послушать, как у него в груди часы тикают. Ужас! Ужас! Ну, кажется, все. Да. Ну, на закуску вылетела на арену такая крохотная мохнатая лошадка с красной метелкой над головой и с колокольчиками. Я и не знал, что есть такая порода лошадиных баллонок. Она так чудесно прыгала сквозь обруч, становилась на задние лапки и брыкалась, что Зина пришла в восторг. Я тоже. Удивляюсь. Почему Зинин папа не купит ей такую лошадку? Запрягли бы мы ее в шарабанчик и катались бы по пляжу. Это тебе не на осле черепашьим шагом топтаться. И все бы очень удивлялись. И я бы получал много сахару. Кто едет? Микки с Зиной. Чья лошадка? Миккина с Зиной. Чудесно. Устал. Больше не могу. Вот сейчас только подпишусь и побегу на пляж играть в цирк. Бум! Барм! Барам! Бум! Подпись. Знаменитый укротитель догов и бульдогов, эквилибрист и наездник Фокс. Микки. 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 Простился с лесом. Она тоже скучная. Сезон кончился. А тухлые кильки так и не распроданы. Чемоданы всю дорогу толкались и мешали мне думать. Зина серьезная, как наказанный попугай. Выросла, загорела. В голове уроки, подруги, переводные картинки. На меня ни разу не взглянула. И не надо. Что это за любовь такая по сезонам? Не надо. Подружусь вот в Париже с каким-нибудь порядочным Фоксом. И никаких испанцев. Очень я люблю глупые человеческие слова повторять. Приехали, реехали и ехали. Хали, али, ли, и. Это я так нарочно пишу. Нарочно. А то лапа совсем затекла. Консьержкина собачонка посмотрела на меня с порога и отвернулась. Ох, герцогиня какая. Ладно. Я тоже умею важничать. Вот повезут меня на собачью выставку. Получу первую золотую медаль. А ты лопайся от зависти в консьержкиной берлоге. Совсем отвык от мебели. Тут буфет, там полубуфет, кровати шире парохода. Хоть бы лестнички к ним приставили. Гадость какая. Они еще хотят внизу у мебельщика старую шифоньерку купить. Красного дерева. Пусть хоть лилового. Грош ей цена. Ой, как тесно в квартире. Горизонт перед носом. И лес в трех вазонах. И перескочить можно. Вообще прыгать не с кем. Зина в школе. Тропики какие-то изучает. Кухарка сердится. Все губы мажет, мажет, мажет. Вот возьму и съем твою помаду. И будешь с белыми губами ходить. Дрожу, дрожу, а толку мало. Центральное отопление вчера зашипело. Я только спинку погрел, а оно блям и остановилось. Проба была. Через две недели только его заведут на всю зиму. А я что же? Я две недели дрожать должен? Ой, это спать ужасно хочется. Днем сплю, вечером сплю. Вообще ночью тоже сплю. Зина говорит, что у меня сонная болезнь. Мама говорит, что у меня собачья старость. Музыкальная учительница говорит, что у меня чумка. Па-ф! Ну, одну собаку столько болезней. А у меня просто тоска. Очень мне нужна ваша осень. И зима. И квартира с шифоньерками. И вообще. И тетрадка моя кончается. И писать больше не о чем. Вот перелистал свои странички. А вдруг бы их кто-нибудь напечатал. С моим портретом. И автографом. А? Попала бы моя книжка в лапки какой-нибудь девочке в зеленом платьице. Села бы она у камина с моим сочинением. Читала бы. И в каждом доме, где только есть маленькие ножки с бантиками и без бантиков. Знали бы мое имя. Микки. Зина спит. Часы тикают. Консьержка храпит. Ой. Я и через пол слышу. До свидания, тетрадка. До свидания, лето. До свидания, дети. Хотел заплакать. А вместо этого чихну. Чих. Ставлю большую-большую точку. Бам. Ой. Опять балаха укусила меня. В такую трогательную минуту. Ах ты, кровопийца собачья. Подпись. Всеобщий детский друг. Скромный и сонный. Фокс Микки. Фокс Микки. Продолжение следует...